Всем привет! Я веду канал на YouTube Targeted Individual. Сегодня я выбрался погулять, чтобы записать новый влог и поделиться с вами больше информацией о таком явлении, как сит-террор. За границей же это называется Targeted Individuals. Сегодня я попытаюсь снять факты ганг-сталкинга, ну и в общем шоу, которое устраивают преступники. А также попытаюсь пролить свет на все их преступления, которые как бы скрываются за ширмой секретности и тайности. Жаль, мне не удалось заснять сегодня субботу, поэтому людей как бы больше еще не такое позднее время, как и дальше выбиралось, то есть можно видеть преступления народов. Ну и там, как всегда, в общем, они нанимают вот для этого дела всяких там молодых людей, да, которые идут и так скользь, типа там что-то поправляют волосы, и в то время оно будет на тебя камень. Сможете видеть, постоянно выставляют вот так вот машины, дабы. Ли-киэлли, Ну вот, видно, что он смотрел на меня злото. Я на телефон держал в руке, я думал, сейчас обратно повернется на меня. Ну вот, как видим, выставляют машины по всему периметру. Вот так вот с аварийкой, даже в всех местах, но в которых обычно и не становится, и незачем становиться даже. Специально, чтобы на каждом отрезке пути тебя отравить различной химией, ядами, психотропами. И чтобы вот ты вышел из дома, например, в трезвом уме и рассудке, но чтобы по мере продвижения тебе все становилось хуже и хуже. Либо просто, чтобы тебя таким образом расколбашивало все больше и больше, чтобы ты проявлял потом на людях, и куда ты направишься, и неадекватное поведение. А, ну вот, уже, в общем, началось, как всегда, с ухом у телефона, вот, идет молодой человек. Это я обычно так снимаю. Ну, и, конечно, множество людей, просто говорящих по телефону. Я иду сейчас навстречу с еще одной жертвой, с еще одной пострадавшей здесь из Минска. И поэтому, возможно, я перестану записывать. Вот еще они так же делают там всякие, можно сказать, сексуальные знаки. Так что девушки многие, картинные и показушные, начинают так облизывать губы передо мной. То есть я прохожусь, бывало так, что вообще-то смешно доходило, что в магазинах они специально принимают там всякие позы там. То есть, ну, вот эти с облизыванием губы, то есть настолько непрофессионально вот эта вот игра вся. И, в общем, поэтому я и решил, что лучше выходить все-таки, ну, поздно, когда меньше народу и меньше вот этого показательного шоу. Потому что просто невозможно вот на это все смотреть. Им главное, насколько я понимаю, это просто реакция. Потому как один раз я был отвлечен и вообще, но не обращал внимания. И услышал скользь, что, ну, когда проходил какой-то рядом человек, говорил, что вот, хоть какая-то реакция появилась. Так что могу посоветовать сохранять холоднокровие, ну, заниматься своими делами. Куда вышел туда и идти, ну, не обращать внимания на их, эти все проделки и все это шоу. Кто еще не был в Минске, вот эта вот станция метро Путовка. И вот это Макдональдс здесь. Не центр, конечно, но... Всем привет! Я веду канал на YouTube Targeted Individual. И сегодня я выбрался погулять, чтобы рассказать вам еще больше. И надеюсь, что удастся показать о таком явлении, как пси-террор. За границей же это называется Targeted Individuals. То есть я попытаюсь дать всему объяснение и продемонстрировать вот так вот вживую факты ганг-сталкинга. И, в общем, обработки, можно сказать, человека, доведение его таким образом до инвалидности и других болезней. Ну и вообще, как бы, программа, которая схожа с МК Ультра и которая направлена на зомбирование человека, подавление его воли, заменение, замещение его личности, ну а также полное уничтожение человека потом, если он не поддается этому всем. Хочу сказать, что недавно я выходил гулять, общаться, там, встречаться с еще одной жертвой из Минска. И во время этого мне очень сильно, то есть, как обычно, они делают это. Обкололи, обстреляли чем-то ноги. Так что я вот сейчас вообще еле вышел. Ну и, как всегда, можно сказать, хромая. Вот. То есть, мы гуляли довольно долго и проходили там в разных местах. И за время этих всех прогулок я хочу сказать, что вот как раз-таки обработка ведется, ну, в мобильном режиме у них с машин. То есть, в этом задействована как раз-таки техника. В большинстве своем всякие таксисты, но также и всякая крупная уборочная там техника и прочее. В общем, основной их конек, это просто подъехать как можно ближе к жете и обработать ее с машины. То есть, ну, может быть, там излучатель установлен в ней, либо просто опрыскать там ядом. Каким-нибудь отравляющим веществом, либо еще что-то. Но когда, как бы, нет доступа такого-то там к жертве, то идут вот так вот обычные сталкеры там с сумочками, со всем остальным. И могут также незаметно на вас чем-нибудь капнуть брызнуть. То есть, почему я могу об этом говорить? Потому что, на самом деле, чувствуется именно, когда ты находишься рядом с их техникой какой-то, когда проезжает какая-то машина. И они постоянно стараются поставить их поближе к тебе, да? То есть, включают для этого аварийку, останавливаются во всяких местах, которые, как бы, ну, не должны особо там люди вообще останавливаться. Но они таким образом ведут обработку с машиной. Когда машина перед тобой поворачивает, заворачивает, чувствуется, как будто какой-то такой маленький укольчик. То есть, очень часто по ногам, после чего возникают даже такие ранки вполне видимые. Так же они стреляют, вот эти уколы делают именно в пятую точку, да? И потом приходишь домой и, ну, как бы, понимаешь, куда тебе пришелся вот этот укол, который они сделали. И обычно вот так вот выходишь из дома, тебе сразу настреляют вот этих уколов, так, чтобы ты уже, как бы, ну, вышел из дома, да, и не смог там толком погулять, там что-то рассказать, поделиться с другими. Но все равно это делать надо, и поэтому я вот сейчас так же записываю видео и буду рассказывать, в общем, что происходит. Так же, когда я гулял вот с этой другой пострадавшей, то замечал, что постоянно, в общем, из окон домов, как бы, какой-то такой, как будто светит лазером на меня. Вот, и это вполне было видимо, потому что, как бы, ну, я даже ее просил посмотреть, там, она говорит, да, на самом деле. То есть так, может, обычный человек ничего и не заметит, но если присматриваться, то есть изучать обстановку вокруг, то можно увидеть, что стреляют, как бы, не только вот химией, там, и электромагнитные всякие обработки, да, но также могут направлять и лазер, насколько я понимаю, это какие-то боевые уже лазеры, да, и, ну, как бы, известно, что многие не продаются, но они, как бы, не могут нанести сильного вреда, да, человеку. Но вполне возможно, что вот эти как-то и наносят вред, потому как, вот, как и у многих жертв, у меня тоже возникают синяки на различных частях тела. И обычно это такие, как бы, точечно происходит, то есть, если, например, сложить большой указательный палец руки в круг, вот, примерно вот такого диаметра, вот этот круг получается от их обработки. Также, когда я с ней вместе был, то есть, я у нее спрашивал, там, чувствуешь ли ты что-нибудь, она говорит, нет. То есть, в это время воздействие шло на меня точечно. Вот можно предположить, что, как бы, они могут варьировать диаметр вот этого луча, вот этого оружия, да, и даже в толпе, вот так вот, как бы, выборочно направлять на одного человека и поражать одного человека. То есть, если вы в густой толпе, то, конечно, это вас защитит, но если вот так вот с кем-то будешь идти, то вполне возможно, что тебя одного будут обрабатывать, а тот человек, ну, как бы, ничего и не почувствует, потому что это все нацелено только на тебя. То есть, возможно, здесь применяется какая-то и спутниковая система, а также сталкеры постоянно сообщают о твоем точном местоположении. Так что, ну, как бы, вполне легко это делать все, даже там в компании друзей, на тебя одного, как бы, направлять всю их мощь оружия. Ну, а также, что уж говорить о том, чтобы дома одного из членов семьи просто, как бы, подвергать обработке, а остальных не трогать. Вот, получается, когда я сидел дома, мне соседи постоянно включали, ну, как обычно у них, вот этот вот закодированный шум, да, то есть в электромагнитных импульсах, то есть закодированная молитва. Ну, а также просто какое-то раздражение, которое вызывает, просто что-то гудит на всю комнату. А вот сейчас для пущего раздражения, как видите, они постоянно, ну, пускают там всякую технику, которая старается так же пристроиться к тебе и, в общем, постоянно держать себя так же в стрессе. Сейчас позднее время, поэтому им не развернуться особо, но вот эти вот милицейские трактора, они, даже когда не нужна толком уборка, когда все уже, там, чисто и прибрано, вот, как можете видеть, Ну, со всех сторон, можно сказать, но в этом и заключается суть этой программы, да. То есть я довольно часто слышал от соседей, что они говорят, что, типа, нет, сегодня он, там, типа, не взорвется, или там, то есть они хотят, чтобы я вышел из себя. То есть было слышно, как бы, не сегодня он, типа, нормальный тоже, то есть они конкретно, то есть обсуждают, вот, ну, мое состояние. И во многом это зависит, ну, не только от их шумов, конечно, там, и прочего шоу, но от накачки мышьяком, насколько я понимаю. То есть именно, ну, как бы, нужно следить за своим организмом, то есть если ты не будешь накачан этой дрянью, то никакой шум и прочее тебя не выведет из себя. А вот если тебя хорошенько накачать, то потом любой такой раздражающий фактор уже будет иметь на себя влияние. То есть нужно, ну, капитально заботиться о своем здоровье и очищать свой организм, да, чтобы, как бы, сопротивляться вот этой вот, ну, ненормальной совсем программе. Также я вот вспомнил, что программа МК Ультра, она полностью была построена на ЛСД, то есть там, ну, жертвам подопытным изменяли сознание тем, что накачивали их просто наркотиками. А также, когда я часто оставаю окно открытым, слышал, как сосед говорил что-то типа, сейчас улетит в космос, там, или сейчас там, ну, начнется что-то, да, и после этого я чувствовал, как врывается такой какой-то запах, ну, неприятный. И после этого, ну, конкретно ощущаешь себя по-другому, да, как будто какой-то то ли наркотик, там, то ли еще что-то там распыляет воздух. И после него действительно, ну, прибивает, можно сказать, и у тебя тоже меняется твое состояние и меняется сознание, вот так вот. То есть вполне возможно, они также наряду со всякой химией используют и наркотики, вот. То есть, ну, если бы можно было как-то это действительно выявить, провести какие-то тесты, вывести вот на чистую воду этих преступников, было бы, конечно, очень хорошо. Еще вот мои наблюдения, то, что они через электросеть как раз-таки и пускают вот эти моделированные электромагнитные импульсы, в которых может находиться кодирующий сигнал, специально предназначенный для вас. А также они могут создавать вот таким образом, ну, как люди называют это, аудиалку. То есть, нечто похожее на голос. Вот могу сказать по-своему опыту, что они, ну, как бы играют со всем этим. И часто бывает так, что включают, да, а потом отключают, то есть, если вы живете там с какими-то своими домашними и начнете им про это рассказывать, что как-то, ну, например, странно работает холодильник там, то есть обычно они делают так, что моделирующий этот сигнал издает крупную бытовую технику, да, то они просто позволете их послушать вот это все, то они и возьмут и резко отключат это все, ну, а вы просто в глазах там своих родственников, либо друзей просто будете выглядеть как неадекватка. То есть во многом они на этом берут. Ну, и также они хотят внушить вот по-быстрому, что, мол, там у тебя есть какие-то сметцовности, либо это высшие силы какие-то там, либо инопланетяне или еще что-то, либо с тобой разговаривают вот сам Бог, да, то есть, ну, изначально это называется голос Бога, да, и думаю, что как раз-таки раньше многие люди, особенно там всякие религиозные, на это велись. Но не стоит на это все поддаваться, так как единственная цель, которую они преследуют, это просто, ну, как бы выставить вас неадекватом и таким образом потом упрятать там психушку, либо еще куда-то, то есть им просто как воздух нужен диагноз вот этот поставленный в ПНД, да, чтобы потом, как бы, вам никто не поверил и еще больше у них развязались руки на этом и все. Поэтому если с вами такое начало случаться, то, как бы, обращайте внимание на все и никому и ничему после этого уже не верьте. Вот как пример этого моделирующего сигнала, да, электромагнитного, я вот сейчас вот встал вот здесь, возле этой вывески, вот, игорный клуб здесь, и можно слышать, то есть, как это, ну, работает, и вот этот вот звук, да, то есть прислушайтесь к нему сейчас. То есть это совсем не обычный звук, то есть обычные бытовые приборы такого не издают. Они могут по своему желанию включать этот сигнал, да, через электросеть, либо выключать. А в этом сигнале закодированное послание, как бы, ну, только для вас. Можно сказать, они таким образом и зомбируют вас на определенные действия. Ну вот, только я отхожу от этого, и как опять меня поджидают всяческие таксисты здесь. Если бы я не снимал, то они в это время там включают обычный дальний свет, либо еще что-то. Ну, а также, сколько раз я уже говорил, что они вот, насколько понимаю, могут и брызнуть вот этим отравляющим веществом, а также у них под днищем там расположена специальная система, ну, можно сказать, там, пушка, которая, как бы, воздухом на большой скорости и может также тебя обдувать и выстреливать. Многое, конечно, работает на радиосигналах, поэтому так же я вот вспомнил, что многие жертвы говорят, что на них постоянно светят там фарами, то есть фонарями какой-то свет, то есть куда бы они ни пошли, там, например, даже в глухой деревне, сразу ставят какие-то большие фонари, которые там очень ярко горят, там, ну, это тоже неспроста, потому как вот эти частоты, радиосигналы можно также передавать через свет, то есть, ну, как бы есть технологии передачи этого через лазерный луч, да, но также, думаю, вполне возможно и через вот такой обычный свет, то есть они как-то подключают опять-таки к своей вот этой системе, там, например, уличный фонарь, там, либо в машине, там, свою примочку устанавливают, и получается так, что вот этот свет, который на тебя светит, уже содержит вот эти вот частоты, и довольно часто этот свет, он, ну, выглядит не совсем обычно, и в машинах, как я уже показывал в своих видео, то есть фары начинают так мерцать, с определенным, ну, дребезжать, и, ну, вполне возможно, что так и передаются вот эти частоты. Ну, а также, если принять во внимание то, что у многих чипы, как бы, установлены также в глазах, да, то им важно, чтобы ты также смотрел на это всё и передавалась, как бы, информация вот эта вся тебе в зрачок. Знаете, хочу сказать, что, когда я вот стал снимать, то как бы прыти у них на самом деле поубавилось, то есть раньше я вообще не мог вступить даже нормально, там, и пройтись спокойно, да, то есть постоянно там машины всякие, сигналки, и всё, что только можно, и скорые там вот назад, то и внизу, вот машины всякие там, люди даже ночью ходят специально там возле меня, там, как бы подкарауливают где-то, а вот сейчас, ну, как бы тихо и спокойно стало. Вот, всё-таки мои видео подействовали, и если с вами подобное случается, то пробуйте также записывать видео и делиться этим, ну, и вполне возможно, что они же вот пугают, там, вот этими скорыми, там, психушкой, да, что, мол, начнёшь говорить об этом, закроем там, а вы, ну, не бойтесь, да, и на самом деле то, чего они боятся, то и делать всё, да. Вот как пример тоже, то, что машина стоит в неположенном месте, то есть, ну, не должна здесь стоять без аварийки. Интересно, там есть вообще кто-нибудь, или... Часто они вот так вот оставляют машины, и даже, ну, зачастую выходят из них, непонятно почему. Ну, и включают аварийку, но сейчас там вроде кто-то есть, да, сидит. Ну, то есть, можете сами видеть, что неспроста он вот прямо здесь остановился, этот таксист, и стоит. То есть, я вот ещё хочу сказать, что им важно расставлять вот машины, которые постоянно будут на вас, как бы, направлять свои фары и светить, да. И существует много предположений, как бы, зачем это нужно, с чем это связано, да, то есть, одна жертва писала, чтобы подсвечивать вот так жертву, чтобы знать, ну, куда ей стрелять, да, и чтобы остальные сталкеры там знали, чтобы правильно выстреливать химией. Но я вот вспомнил, что когда я ездил автостопом, как бы, и у меня всё только начиналось, и я толком ещё ни о чём не знал. Мне так же вот, ну, как бы, делали затруднительную ходьбу, да, то есть, стреляли чем-то по ногам так, что я не мог идти. И в какой-то момент это всё отпускало, и мог уже нормально идти, да, но постоянно где-то вдалеке на меня, вот, как раз таки светили эти машины. И я заметил, что вот, когда свет их фар, как бы, направлен на меня, то именно тогда мне, как бы, идти вообще невозможно. Когда я их прохожу, да, то, как бы, всё приходит опять в норму, и вот сейчас решил об этом рассказать, потому как, ну, замечаю постоянно в каких-то местах, вот, нелепых, вот, как сейчас там вдалеке, да, пристраиваются машины, которые таким образом привлекают твоё внимание, и вот, как бы, с другой стороны может это всё работать вот так. То есть, они вот через этот свет фар посылают вот эти частоты импульс, которые, как бы, активируют вот эту вот химию внутри меня, вот эти вот чипы, которые они раньше уже вживили там, либо распылили, вкололи, да, и поэтому, ну, как бы, сковывают мышцы при их активации. То есть тогда, я помню даже, ну, когда, как бы, укладывался спать, то где-то вдалеке я замечал машины, которые были припаркованы так, чтобы свет, как бы, именно попадал вот на меня. То есть везде, ну, на продолжении всего моего пути, также они ставили просто вот так вот бесхозные машины, кажется, место глухое, там никому не нужно, но стоит какая-то машина. И ты вот идешь, и тебе, ну, настолько тяжело идти там, и ты проходишь вот только эту машину, и все, тебе сразу становится легко, и... Ну, а также были случаи, вот, как я уже говорил ранее, с ледяным ветром. То есть стоит впереди какая-то машина, и реально хлещет по тебе нездоровый какой-то ледяной ветер, пробирающий прям на Костеитов. Ты проходишь ее, все, ветра нет, уже полегче, и идти тоже становится легко. Ну, а вот, например, таксист тарахтит как трактор, и во время этого, вот, можете услышать список такой, ну, еле различимый. Вот в нем как раз-таки и радиосигналы. То есть преступника вот так видно издалека. Вот я сейчас немного дам послушать вот этот, ну, как это звучит все. Он вот этим шумом своим мотором прикрывает как раз-таки вот подачу радиосигнала сейчас. Вот, прислушайтесь к писку. Не знаю, будет ли вам слышно и похоже, что это похоже на молитву, но вот так вот меня кодируют и зомбируют. То есть у меня моя программа, как и у многих жертв, связана с религией. Ну, и они хотят вот, вот, фарами посветить. Ну, хотят вот таким образом. Как раз-таки опять уже не первый год. Ну, показать, что это все связано с нечистой силой, там, записальной. Так, сейчас я, как обычно, пойду в магазин и оставлю камеру включенную, только записывать звук. Вот, и посмотрим, что они сейчас там будут вытворять. Но уже, конечно, вряд ли, потому как позднее время. Но с другой стороны, как бы, людей будет мало, поэтому возможно, они что-то такое интересное захотят там утворить, либо будут каждый на кайсе, либо еще как-то стучать, там, не знаю, какие-то неадекватные, возможно, будут там провокации с этой стороны. В общем, посмотрим. Так, в магазине ничего интересного не было, но вот я как вышел из магазина по дороге домой, меня поджидает снова вот здесь какая-то новая раздражающая вещь. То есть, никого в машине нету, однако вот, как можете слышать вот и тарахтение, и этот звук там, и неизвестно, что происходит. В общем, всего доброго. Не прощаюсь с вами, но говорю до свидания. До новых выпусков.